Привет зритель! Второй хапчик на камеру за сегодня. Я там камень прочитала от человека, который вопрошал, что я делаю в деревне еще помимо прочего. Да, у меня тут пюрешка то самое. С молочком покупным козья закончилась, с маслом сливочным. Тут у меня помидорки маринованные. Здесь у меня салатик, шпинат, листья салатные, укроп. Я что-то про петрушку совсем забыла. Немножко лука зеленого, он такой, ну не репчатый, какой-то просто зеленый лук. Огурчик зеленый, масло подсолнечное, соль, яйцо вареное. И это все вот тут у меня на вилке. Просто как бы, я подумала, что одного салата мне мало. И быстрее всего было замутить пюрешка. Вопрос там был, тут, кстати, эти, вот прикрыть, а то больно как-то, хоть и тихо, но орут. Личину сыпать. Вопросали меня, что я делаю в деревне, что у меня там растет. Растет у нас сейчас там пара кустиков черной и красной смородины. Кусты сливы, но в этом году они не плодоносят. Каринка, которую я уже лет 10 как не могу застать, успеть сожрать, потому что не успеют ягодки еще даже, еще зеленые только ягодки, что только появляются, так сразу какие-нибудь птички начинают жрать. Не успеешь ее покрыть, только еще подумаешь, что надо вот, ну, чуть потемнеет покрыть. Ну что, такие помидорки. Ну вот самопальные, родственник делал. Для меня шкурка помидорок крепкая, я ее сплевываю всегда, ну, вот таких. Короче, каринка, которую я давно уже не ела. Калина, которую я ежегодно собираю. Малина, которая, надеюсь, в этом году сотреет, и я ее смогу все-таки собрать. Именно я, а не кто-то другой. Мимо шальчий, допустим. Я ее еще в этом году. Ой, блин. Старую вырезала всю. Всякую хрень оттуда выдрала. Облагородила. И орешник. Я, наверное, убрала этот пакетик с орехами там. У меня подруга была и показывала. Говорю, хочешь орехов? Ну, нет, их надо чистить. Ну, короче, орешник, тот, который называется лисина, тот, который называется фундук. Картошку мы там давно уже не садим. До этого года у меня там еще была одичавшая клубничка. Но в прошлом году спиливали некоторые кусты деревья. И кинули, так получилось, именно туда, где росла эта клубничка, еще был одичавший чесночок. А там клубничка и чесночок покрылись ветками бывших деревьев. В этот раз получилось так, что я пасла пчел, как говорит моя подруга, когда я сваливаю на дачу. Она так шутку говорит, что я пасла пчел. Ну, в смысле, и некоторые одни вставала чуть пораньше, потому что уже 8 там стремноваста даже в полноценном одеянии пчеловодном. Если при этом не использовать демаря, я его не использую. Иногда около 6 вставала, иногда около 7. И у пары ульев смазывала литочки специальной мазью, называется перой. На случай, если вдруг какой-то рой решит слететь, и туда вот вдруг да залетит. А потому что при мне один рой слетел, было верно сказать соседу, чтобы он его поймал и забрал себе. Если это конец лета, то мои обязанности таковы. Я где-то в районе пяти вечера, и до 9 до полдесятого выношу рамки на сушку. Я даже, кажется, снимала в прошлом году какой-то типа АСМР. Как я это делаю? Стояла на штатив вот эту камеру. Мне кажется, я даже это монтировала. Ну что, там было двух частях. Лежу на гамаке. Если вспомни, что есть гамак, и что можно полежать на гамаке, а прокатиться можно и в городе. И погода позволяет. Лежу, читаю, лежу просто. Сижу на гамаке. Рядом табуреточка, либо столик. На лбух я что-нибудь монтирую или клиню. Катаюсь на велике. По большей части целью, чтобы посмотреть, где что растет, выросло и собрать. Хожу по полю. Какому-нибудь... Не надо на столе сидеть. Шелью, чтобы собрать какое-нибудь определенное растение. Или просто катаюсь на велике, чтобы позависать в поле там. Направо Хамина-Степанова, налево бывшее место, где была когда-то овчарная. Омот. Который все еще есть. В этот раз туда еще не съездила. Езжу в Прилуге. По полю 4 километра, но я была маленькая, когда мы туда ходили. Я дорогу не помню. По Автовальту 2 километра за перекрестка и 4 километра от перекрестка. Ну, перекресток это, где остановка автобусная. До Прилуг. Короче, 6 километров по дороге. Магазин. Сажать мороженку. Позависать по церкови, если есть интернет, издалить какой-нибудь смонтированный ролик. Что-то скачать или наоборот выкачать. Собрать шиповник, если это транец лета, сентябрь. Вот старая школа. Несколько лет назад случайно обнаружила, что там вот шиповник есть хороший. Школа давно уже не юзается. Просто прокатиться. Короче, как бы живу свое удовольствие. По поводу пчел. Если кто-то вдруг не в курсе. В 1929 году мой прадедушка, папа моей бабушки, по олене и маме, завел пчел, будучи первым пчеловодом в Углическом районе. Деревня Хамена. Ну и все времена с 1929 года у нас в семье от поколения к поколению пчелы. Это был звук прыжка кошки на микроволновку. Сзади штатила. Пчелами побольше, ну в основе как бы занимаются. Вообще занимаются, да? Моя тетя. Это старшая сетра моей мамы. Дальше. У меня есть ролик на канале. Я сначала хотела дать ссылку, но у меня не получилось сегодня выйти в интернет. Ну, в смысле, с компьютера, с ноута, с телефона неудобно. Вылазка. Называется, как... Мой бюджет 14500 на месяц. Ну и на тот момент моя пенсия была 14500. потом мне прибавили. Сколько на потом мне еще сколько-то прибавили неоднократно в этом месяце. Наш господин президент вспомнил про инвалидов, социальный пенсий, кем я являюсь. И добавил мне еще косарь, у меня теперь пенсия 17000. Ну, как бы, цены-то тоже растут. Внезапно, оказывается. Ну, вот в этом месяце за коммуналку я сейчас гляну. Так, я еще капнула водой, надо протереть его. Я хотела еще хлеба достать. Но только сейчас помню. Мой бюджет. в смысле приложения. Ух ты. Кто-то с теньков закинул мне денег. 400 рублей. Если это донат, потому что я просто ни от кого больше не жду. Спасибо. Короче говоря, я просто, знаешь, у меня сегодня, ну, как бы, я купила одну штуку, и мне за эту штуку, попросили купить одну штуку, мне за эту штуку кинули сотню, пока я в суду была. Сейчас смотрю на карте внезапно 500, думаю, там же было ни хрена. Откуда эти 400 здесь? Сейчас я найду, где тут это находится. Ну, анализ пената. ЖКХ. Я вообще, вот эта вся коммуналка, 3802 рубля. Ну, 3802, скажем так. Из них, 360 у меня за мегафон интернет, и 130 с копейками забилай. Остальное вот уже этот там, жилсервис, горячая вода, холодная вода, стойкие воды, прочая фигня. Какой-то там ремонт, который будет через 300 лет в этом доме. Вывоз мусора, газ, свет. Не помню, говорил один. Короче, у меня стоят щетчики на воду. Не то, чтобы я суперсильно так экономлю, но я, допустим, когда мою посуду, я ее сначала намыливаю, а потом включаю воду и смываю. Я помню, что, когда я говорила про это в ролике, посвященный моей тогда с ней пенсии, которая была тогда 14 500, многие в каментах папа болели, какой-то очень агрессивный человек, потом потерший в ветку каментов стоит. Я езжал на тему того, что, хотя, как это я, почему я экономлю воду. Ну, в принципе, по-моему, нормально это, бережно относиться к ресурсам, которые тебе дает природа, да? Я и мусор-то сдаю раздельно. Хотя, ну, я очень надеюсь, что они все-таки действительно перерабатывают в уголь, этот мусор, который, пластик там, металл, стекло, деревянка. Ну, правда, бумагу я сношу в сад, хотя, что с дедушки пошло, ты хочешь эту пленочку, в смысле, шкурку этой самой помидорки, что ли? не сожми на тряпочке, в смысле, на бумажке, если тебе реально хочется. У меня сегодня подружка была и узнала, что кошка ест грибной суп, да еще и требует его, из маринованных грибов. А ну, у нас всегда были кошки и коды, которые деревьев требовали жрать странное. Ну, сейчас я хотела турец. Насчет, закупаюсь ли я на месяц или покупаю как-то еще. Короче, а, ну да, так как у меня в этом месяце наш дорогой президент добрал мне касачку. Я смогла позволить себе не влезая в долги, а в те долги, которые я взяла, ибо думала, что у меня другая плема будет, где стопроцентная предоплата. Алиса, ну, не надо, е-мое, одну сожрала, одну оставила. Хочешь, вот на, полежи, вот тут пюре есть. Хозяина уже не это, не отцапывается ложкой. Что же там в мисочке, еда есть. Хозяин тут кушает. Что ж только что со золотом, даже еду какую-то уся. Короче, благодаря тому, что у меня вот это 17 тысяч сложилось, да еще отложено было. И человеку, что мне как-то задонатил в начале года за 10 тысяч. Спасибо. Как раз на накопилку на это окно. Я, по-моему, еще кое-что-то покупала для бытия. Я смогу за следующей пенсии взять большую часть, и то, что мне сегодня с YouTube опять 500 капсула. YouTube зарплата. Сейчас скажу, сколько месяцев. Я бы ее не кандидатом и его еще, да? за 8 месяцев. 5 500. Мне пойдет 16 700. Я заплачу уже, когда у меня осталось. За вторую часть. Ну, вторая часть денег за установку выхода на балкон на балконе. Вот это пластиковое окно и дверь. Я иногда закупаю что-то такое, оно как бы идет, ну, типа на месяц, но по большей части хватает на дольше. Но это так вот иногда заканчиваются крупы. Раньше я покупала про запах всякие вот эти крупы, т.д. Но квартира как бы однушка, меньше трешки, как та, допустим, да? Блин, не заметила, как две помидорки с хомячом. Потом я стала покупать уже вот ну, где-то может с прошлого лета. Когда я купила холодильник, я поняла, что у меня денег косно срал. Ну, в смысле, мало. Я тогда брала в долг у родни напожить, но мне добрый зритель задонатил, мне хватило и долга дойти напожить. короче говоря, я решила, что как бы просто некоторые продукты не портятся, ты про них забываешь, не всегда всё съедаешь вовремя, да? Покупать по мере необходимости. А так, чтобы ну, на месяц, на два вот я покупаю обычно мясо. Я просто ещё, мне кажется, в мае я купила тогда что-то всякого такого как-то прилично так мясо, но что-то у меня было с мае куплено, что-то у меня было сначала июня куплено, так, чтобы и в деревню взять, и здесь лежало, если из деревни приехал, то разморозил, сварил, сварил и поел. И вот сейчас у меня получается мясо-то как раз ну, как бы на два месяца хватило, хватает. Если у кого-то есть огород или сад и растёт растительное всякое, то вот тут шпинат, листья салата, укроп, лук можно взять как результат трунов или просто выращенное. какие-то жёсткие моменты там, не жующиеся. Купить огурчик, сейчас огурцы в принципе, но у некоторых уже насчёт в этом году как-то у меня не возросли огурцы вообще не про полорис, не про клинлиц. Учёки тоже, ну вот у нас в саду они только ещё совсем маленькие. У кого-то я слышала, что уже урожай чуть ли не снимают, но у кого как. Сейчас огурцы довольно недорого. Можно купить рублей за 20 небольшой огурчик на салат хватит. Или упаковку несколько штук. Бывает по скидке, бывает так, хотя в принципе мне кажется скидка это настоящая цена. купить десяток яиц, варить пару яиц, вот ещё не одно яйцо на этом салате. Яйцо, огурчик, зеленуха, или просто яйцо и зелёный лук. Со сметаной либо вот у меня подсолнечным маслом, потому что сметану я так и не купила что-то. Хотя можно в принципе и кефиром засунуть, кефиром или просто гласшить. В обед у меня как раз который был на завтрак. Ну в смысле назад я ничего не ела и получила это в обед у меня ну как раз салатик замасанный с кефиром на козье, ну козье просто кашек. И вполне бюджетно. Во-первых наедаешься, во-вторых полезно. В-вторых бюджетно. Я что-то повадила сделать как бы крупы и какое-нибудь мясо с карием. Ну с прессой карием для наварки. Деревни делаю, потому что купила в этом году туда для наварки. Поняла, что так удобнее будет. Во-первых она меньше электричества жбет, чем электрическая плитка. а во-вторых за ней особо следить не надо. У меня что-то расстряло между зубов. Ох, вылиза. Даже как на газу у нас там гад баллонный. Ну если на газу или на электрической плитке надо все-таки следить. Я тут поставил, прикрыл и через полтора часа готова. чтобы там где-то конкретно закупаться одно время покупала мясо в Ашане. Но было слегка дешевле. Но мне последний раз попадалось это мясной рагу там тупо кости жир. Лопатка на кости там как бы такой приличный кусок мяса. А потом в итоге выводят одна треть кости и кость вообще большущая. А как ты покупала мясо такое нежненькое свиное мясо свинину я люблю. Говядину не особо. И там по сути оказался в общем хрящи, жир, какие-то жилки, а мясо совсем чуть-чуть. А я подумала, что в принципе можно и в магните купить. Бывает по скидке иногда. Можно купить точно по той цене которая есть. Ну как курица свинина. Вот купила в мае месяце случайно пятерку увидела. Сегодня кстати зашла туда. Там уже не было. Видимо кайда как. Наборчики такие утиные шеи. Там штук 8 наверное где-то вот такую шейку располовиниваешь. Медленоварку суёшь с крупой. Ну кошка съела. Половину я погрызла мясо и кошка съела. Ну как бы я думаю что в такой шейке вполне нормально сварить какой-нибудь бульон. А потом делать такой суп. Или дождь. орехи сухофрукты я стараюсь покупать большим форматом ну 500 там или килограмм или килограмм 500 грамм или килограмм на зон или вайберес. Чисто сравниваю цены что где как и заказываю. Так же как одежду по большей части сейчас я заказываю на вайберес. А если лобовь. Косметику мне до недавнего времени ну в прошлом году еще периодически присылал кто-то из подписчиков спасибо вам как бы типа на обзор или благодарность за то что я тут что-то творю или то или другое месте. И у меня был приличный такой запас. Ну духов у меня до сих пор приличный запас. А потом мне перестали подходить шампуни купила сначала одну мыльную основу по шампуне чистотел но она довольно жидкая и к ней волосы привыкают. А потом купила случайно увидела кстати и то и другое продается на вайберес мыльная основа жидкая мыльная основа для шампуня специально от выдумщиков у меня от них была такая вот брикета периодически именно этой фирмы покупала мыльную основу ну как бы сейчас я мыла на заказ не ела потому что заказывала собственно нет иногда мне сгустнется ударила вдохновение в одно место я могу сводить какое-нибудь мило а последний раз у меня я размораживала свой этот холодильник который где-то вот назад купила его надо раз в год размораживать но при этом не в жару ну первый раз размораживала у меня там обнаружилось замороженного сметана козья думаю что с ней сделать ему можно ли сделать мило забила поиск можно белая мыльная основа ну я не помню пропорции чуть ли не один к одному и сметана я сделала так себе несколько кузочков мыла еще мягкое мыло немножко где пропорции один к одному а там реально мягкое мыло вышло вместо геля для душа еще на жидкой основе делала остатки сметаны целая делась и шампунь у меня почему-то запасов дофига осталось этих растин для тела одна подписчица очень часто мне так их присылала я одно время часто пользовалась а потом у меня так периодами то часто пользуюсь то когда вспомнил или когда реально вышел из душа и кожа тянутая поют несколько кусков мыла там лежит ну как бы у меня с этим законов нет мыло допустим закончилось которое дарили как бы покупное мыло вот это готовое и мыльное мыло допустим закончилось ну сейчас что-то есть купить мыльное основу и сваять мыло какое хочется мне нравится делать все ко мне хочется пришел одно время я пекла хлеб но потом что-то меня ну как бы попустило не то чтобы совсем не хочется но иногда легче сходить до магазина и купить батончик его на несколько дней хватит видимо это тоже подохновение это кулина рее у меня очень много всякого варения с прошлого года иногда и с позапрошлого года а это нет это просто наклейка тут что он с позапрошлого года но есть пара ну несколько палочек есть из позапрошлого года их можно взять добавить воды сделать компот либо добавить воды прокипятить и зафигачить туда красмал где-то лисит кукуруза а еще тапиока в шариках мелких а можно добавить желатин или агар сделать мармелад на основе этого варенья я финиковые конфеты тут делала ну как бы десерты какие-то я сама могу делать в основе я их начала делать потому что все эти печенки конфетки добавляют либо пальмового масла который у меня лепки либо какую-то ешку от которой у меня дикая чесотка начинается что прям от глаз до кончиков пальцев на ногах ну это прикольно делаешь сам наверху есть какао масло какао тертые какао бобы в прошлом году осенью купила себе блендер который мешал во-первых когда он был у меня не было денег потом когда у меня были деньги его не было продажи а потом у меня как бы не совсем были деньги потому что я часть отдала за это окно пластиковое и часть у меня лежала именно на вторые пятьдесят процентов на пусто паут уже я за семь с половиной тысяч купила этот блендер думаю войду в долги если что но как-то все удачно получилось купила делать арахисовую пасту ну в принципе в нем не только арахисовую пасту можно делать но он именно ориентирован именно на нее если чего-то мне очень хочется этого требует организм короче периодически в этом году до начала лета я приобрела какие-то вещи которые для кухни хотела ну как бы думаешь вроде хочется вроде надо можно и без этого пережить а в какой-то момент понимаешь что нельзя пережить без этого что лучше купить пользоваться и это удобно и как-то оно будет экономить время или еще что-то короче оно купится скажем так ну и с прошлого года я начала как-то экономить пошла в этот режим экономии из-за того что я купила холодильник за 12 тысяч ну почти за 19 18 800 что-то там а после еще я в окно поставила 22 с копейками 22 80 как-то ну так было ну и как-то просто перерыв порыв что у меня есть в запасах что вот такие-то крупные еще что-то что в принципе при желании можно жить нормально ну как-то не шоколад но периодично бывали моменты что у меня на 3 недели было 200 рублей еда есть и денег мало а мне не хотелось в долг входить там чтобы что-то там купить там что я думала ну потом как-то купил вполне могу при этого прожить что если хочется сладко можно приготовить это сладкое при случае даже делать из красной фасоли пастуанка а из нее конфетки как раз есть видео на канале я даже по-моему его доставала из небытия и посетила как репостом в разделе канала на сообщество кстати сегодня же 22 июня все еще ну и точно сегодня же среда мне подружка должна была тут работать она видимо работала в этот раз на площадке просто по средам она и точно работает с этого лета походу самое мелкое что осталось это подцепить да сегодня же 7 лет первому видеообзору который я залила на свой аккаунт на ютуб 7 лет как я использую свой аккаунт на ютуб как видеоблог надо было тряпочнуть я еще чуть-чуть до ютуба и не дошла снова полно пена тот обзор Ифрошевского Ифрошевский обзор от 22 мая 2015 соула Кошка хоха ты не думай зритель я потом это смыл конкретно мое ну, в смысле мне пазутку подарила на восьмое марта вытягивается, я реально ходит в эфире, а еще мне тетя подарила такую фигню, вот сюда наливается жидкое средство и губочкой так фигачишься, и оно экономит эту фигню, ну жидкость, прям у тебя посуда. Тут есть маринованный лук, я его никогда не пробовала, у меня с собой даже нет сейчас под рукой хлеба. Слушай, зрите, внезапно вкусно маринованный лук из помидорок маринованных. Ну как бы я лук репшатый не ем, ну крайне редко, если там вот он в салате, и мне говорят, что его там нет, он там есть, я его чувствую, а вареный лук я не могу есть, а как бы я съем его, если он там где-то есть даже в мелком виде, но потом мой организм скажет, а, я вареный лук, хорошо, если просто отрыжка. Фу. Я ложила специально ложечкой с дырочками, чтобы были просто помидорки, но помидорки выдавились со сок, ну поэтому я вот маринованный лук как бы и не ела никогда. обалдеть, она тут все вырезала. Хочешь вот это полезать, кошка? Нет. Чайник-то остыл, наверное, или нет? Тут, наверное, заварка вся посчастлилась, зато заварилась. настоялась, а остатки заварки пуэра. Ой. Так, это надо убрать, это надо вытянуть. Кошка, может ты все-таки со стола уйдешь, я тебе отдам эту мисочку, можешь вырезать дальше. Я тебе могу даже вот это дать, хочешь полежать? Сурово. Ай, блин, у меня же тут какой-то чай-то был. Давай, на это она не хочет, она показывает всем своим видом, что это не светлое. Ну и ладно. Надо надеть какую-нибудь чашку. Сейчас у меня тут пуэрная заварка. Вайберис что-то хочет от меня. Тут, короче, у меня зеленый чай гемантя, японский, купленный на вайберис, который я отдельным обзором обозревала между мундбангами, обедничным и теперешним. Постараюсь все сегодня выложить, но в крайнем случае завтра. Потому что обедничный мундбанг минут на сорок шури вышел. Он так хорошо заварился тут. У меня прям такая устущая заварка, полотненькая. У меня там есть чашка, которую подарила подписчица на 400 мл с крышечкой и ложечкой. Но я что-то подумала, что вдруг я не осилию столько много воды. И застала маленькую чашку, которую мне привезли как сувенир из Франции. Там еще брючка такая красивая. Какой-то завод королевский фарфор французский. Она долго у меня стояла за кромах Родины. У меня тут есть вообще колечко поломанное, а я ломала, чтоб удобнее. Есть было с орешками, с какой-то пекарней. Ну что-то я походу наелась. Я еще думала с вареньем попить каким-нибудь. Наверное, надо было большую чашку тут спать. Тут, мне кажется, стоили 150 мл. Кайф. Зрители, если я что-то забыла по поводу, что куда вот этот бюджет, ты мне в комменты напиши вопросами. Я, может, отдельный ролик запишу. Может, даже без хавчика на камеру. Ну, короче, вот когда вдруг пороешься, что у тебя есть, пересматриваешь немножко свой взгляд на все тетрады и покупаешь что-то действительно нужное, что-то без чего можно прожить. Не так, чтобы, вау, все, экономия, только это все. Там хлеб, вода, да? А что-то вот такое. И делаешь, когда сам какие-то явства, вот эти вкусняшки, такие там десерты. Оно как-то, может, сначала как и незаметно, особенно если все эти ингредиенты, они, в принципе, прилично стоят, вот если качественные. Тот же какао-масло, какао-порошок, какао-масло, какао-тертое, какао-бобы там, те же бразильские орехи или там еще какие-то орехи, они действительно дорогие, все это. Но все это в небольшом количестве надо. И по себестоимости вообще, ну, по пользе и так далее, оно все равно выходит дешевле, чем, допустим, купить какую-то шоколадку, где в составе иногда бывает по большей части мне попадается хэм. Смотрю, вроде хороший такой состав внизу пальмовое масло. Или масло растительное, ну, я не против какао-масла, какого там, кокосового масла, какого угодно масла, ну, от пальмового мне как-то очень тут совсем хрено. Ну, или наоборот, какие-то загадочные ингредиенты в составе, вроде как, такие, которые не должны там быть. Я, кстати, тут в деревне волокла, у меня было два пакета пастила, про нее вообще совершенно забыла. И одна была пастила вот из жмыха такая, ну, не особо ровненькая, из какой-то еще хренотени, из каких-то ягод очень кислая. А было два листа таких конкретных, вот именно из пюре яблочного, специально сделанного, как вот для пастилы. Ну, в смысле, я сама делала год назад, прошлогодний год был у нас, прошлогодний-то был яблок у всех, кого не лень было дофига. На тех яблонях, где нет практически цветов, это те яблони, которые в прошлом году долголосили. Ну, короче говоря, я достала и увидела уже в деревне, там два листа таких конкретного пастила, как из магазина, вот такая. Как вот какой-нибудь фирма там взяла, профессиональная такая пастила. И я тут пастилу сховячила буквально там, ну, может, за пару дней эти два круга с чаем. Вот так же можно сделать, допустим, пастилу, если есть слушилка. Ну, там можно в духовке делать еще где-то. Главное использовать коврик для выпечки, а не пергамент. Мой негативный опыт с пергаментом. И оно все бывает как-то дешевле. Ну, плюс у меня, конечно, иногда бывали какие-то крайности, но вот что-то остается. И хоть думаешь, вот можно из этого что-то сделать. Если из этого можно что-то сделать, то зачем выкидывать, если можно из этого что-то сделать? Если оно принесет пользу, то почему бы нет? Морковные конфеты делала как-то. У меня что-то было дофига этой моркови тертой в морозилке еще в предыдущем холодильнике. Когда морозилка была не отдельная, как здесь, и она как бы, ну... Иногда выглядело это так, что морковь только... Прям как жмых после сока моркови. Ну, кстати, морковный жмых можно использовать так же, вот заморозить, а потом в суп кидать. И я, ну, что-то у меня этого моркови тертой дофига осталось прошлого года, а свежая уже пошла куда-то надо девать. Я загуглила в телефоне, что можно сделать моркови, вау, конфетки. Говорю, очень даже ничего такие. Я какое-то время их делала. Но потом я поняла, что как бы я делала, иногда в большом количестве поешь, уже не лезет. Уже наелась, не хочется этого. И оно как бы лежит, лежит, лежит и портится. Я поняла, что надо делать в небольшом количестве. Чтобы не забыть, чтобы вдруг не испортилось или... Чтобы уж лучше сделать потом еще небольшое количество. Так же финиковая паста. Вот на Озон оно тут одно время было. Ну, короче, последний раз я покупала на Вайберис финиковую пасту. Альба... Я не вспомню сейчас полное название, но Арабских Эмиратов именно нормально. Я у них сначала покупала. Потом какую-то другую на Озон купила от фирмы Дати. Такое дерьмо вообще день и ночь. Даже не уверено, что там финиковая паста. У меня там где-то лежит просто финиковая паста. В общем, 280 рублей за 500 грамм. Я располовинила и на одной части сделала конфет. Я не помню, то ли я их снимала на видео. Да, я снимала на видео, потому что внезапно мой дядя это смотрел. Мне всегда было очень стрёмно, когда родственники мои... Или какие-нибудь мои знакомые, которые, допустим, не знали, что я веду канал. И вдруг узнают и смотрят и говорят, что они меня смотрят. Мне всегда куда-то хочется спрятаться. Короче, он это смотрел и жаждал их попробовать. Удобно сделать немножко финиковой пасты. Какао-порошок, какие-нибудь орешки, еще что-то. Полезно, вкусно и бюджетно. К тому же, в принципе, подобные конфеты как бы продаются. Я видела, как пишут на Озон похоже. Конфеты, что есть штучки, шарика таких три. Какая-то там заоблачная цена. Дешевле за эти же деньги можно купить, значит, вот эту пачку этого финиковой пасты. Хорошей. В грядном случае финики заморочиться и достать из них косточки. Все остальное сделать снова же так же. И там орешки. И написано еще ручная работа. Вот там эти три штучки. Заоблачная цена, ручная работа. А по весу там они, ну, грамм 50 от силы. Особо оно идет у этих любителей всего натурального. Если вы любитель всего натурального, то вы вполне можете сделать это сами. Во-первых, оно расслабляет мозги. Если у вас работа в основном с головным мозгом, умственная, переводы какие-то, еще что-то. Счет, подсчет и так далее. Если вы не физическая нагрузка, а именно мозгами работаете. То, когда готовите, оно разгружает мозги. Это так же, как прополоть грядку, чтобы мозги хорошо работали. Или прокатиться на велике. Короче, зрители. Я, наверное, думаю, я уже усет и, наверное, все-таки поел. Я надеюсь. Кто-то мне там камень написал, хочу есть с Лёей. Welcome to hell. Я, кстати, вот сама, если ко мне кто-то приходит, у меня была одна такая подружка, ну, знакомая. Она все время вопила, как с момента, как мы с ней познакомились, что она моя подруга. Что я ее подруга, что она моя подруга. Что типа мы подруги. Она иногда приходила и говорила, я ничего не хочу. А я при этом, ну, вот она пришла как раз к обеду. А я не могу, я хочу есть. Я не могу есть, когда человек сидит напротив меня, пырится на меня, сам от еды отказывается. И ощущение такое, будто вот он напрашивается. Ну, чуть ли не силой, накорми меня. Вот меня это напрягает. Ну, как бы я спокойно могу есть, когда кто-то рядом ест. Но когда я ем, а кто-то на меня пырится, мне сразу есть не хочет, не может. При этом я иногда, ну, чисто чтобы понять, там что-то тыркалась на какие-нибудь ролики, где человек ест. Или еще где-то человек ест. Одно меня не вдохновляет есть. Хотя была одна манга, где постоянно либо спали, либо ели. Когда они спали, я их переводила или редачила эту мангу. И мне хотелось спать. А когда они ели, мне тоже хотелось есть. Усен, пока. Чавк, чавк, чавк.